День добрый, мои друзья! Ви там, в шестких на канале чемоданное настроение. Еста, Молька Глаголева. И сегодня пришло время раскрыть вам страшную тайну, которую я скрывала все эти 4 месяца. Я уволилась из Ашана. Почему я это сделала, что я буду делать дальше, и чем я занималась эти 4 месяца, об этом в сегодняшнем выпуске. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и под чемоданем! Итак, уволилась я еще в марте. Почему я это сделала с такой прекрасной работой? Уволилась, где больше 10 плюсов и всего лишь пара минусов, о которых я в предыдущих видео рассказывала. Об этом сегодня как раз и расскажу. Причин на самом деле несколько. Я вот себе, видите, конспект даже заготовила, чтобы подглядывать. Итак, первое – это физическая усталость. На самом деле, какой бы легкой ни была эта работа, это браться физично. И 8 часов на ногах, каждый день я проходила от 8 до 15 километров, и хоть это и в удобной обуви, но все же это сложно было для меня, банально начал подводить организм. То рука там заболит, то нога заболит, то спина, то там еще что-то. Особенно жесть была перед Рождеством, когда была куча народу, там был просто ад. И если на Рождество там два выходных дня, и мне два дня удалось отдохнуть, то перед Новым годом там всего лишь у поляков один день, там 1 января они отдыхают. И честно, вот в этом году я на Новый год впервые в жизни, я Новый год просто проспала. Я пришла с работы, хоть мы до обеда работали, я пришла с работы, там что-то поделала, съездила к детям, я легла спать, и я проснулась только в 12 от того, что салюты бахали, тем более у меня Коль был в каденции, и не с кем было по большому счету Новый год отмечать, детям я не поехала. И я проснулась от этих звуков фейерверков, подумала, слава тебе, Господи, этот страшный год наконец закончился, я надеюсь, что следующий будет лучше. И дальше провалилась в сон. Ну и сейчас мне, конечно же, люди скажут, которые работают на складах, на заводах, что там такая нежная, что вот если вот тебя бы на завод, на склад, да, я на заводе работала, на заводе работать сложнее, но тем не менее в любом случае это физический труд. Причина вторая, она вытекает из первой. Это работа с одним выходным днем. Да, в Ашане не предусматривается, конечно же, что ты обязательно должен с одним выходным днем работать, но из-за того, что в Польше, в принципе, текучка кадров большая на любых работах, и это нормально. То есть люди приходят, могут один день отработать и уйти, могут там неделю отработать и уйти, причем они день в день об этом сообщают. Если на заводе это незаметно, потому что там дофига народу, там условно, например, работа там в смене, 40 человек, там 100 может быть человек, да, и выпад одного человека из обоймы ни на что не влияет, то здесь маленькая команда, у нас 6 человек там работало, и если один человек не выходит на работу, то все остальные вынуждены работать без выходных. И так как люди постоянно приходили, уходили, увольнялись, у нас не было, ну, очень мало времени было, чтобы был полный комплект. Где-то примерно половина времени из этих 9 месяцев, что я отработала, мы работали без выходных. А однажды такое было, когда в ноябре было два праздника, там у них день шистских швентах и день, по-моему, независимости. Я работала 13 дней без выходных, и потом один день выходной, и потом снова ты выходишь на работу, потому что вот не было полного комплекта у нас сотрудников. Это был серьезно, это был ад. Ну, то есть для меня это был ад. Люди, которые там работают, в принципе, вот, например, бригадир наша, она там работает 2 года и говорит, блин, ну, нормальная работа, что-то вообще, ну, в принципе, да, но мне было, я вам скажу, сложно. И когда ты еще плюс не можешь планировать свое время, это очень, ну, это непросто. То есть, например, ты распланировал, что там у тебя через неделю выходной, или там ты попросил бригадиру, чтобы тебе это выходной присоединили, например, к воскресенью, такое тоже могло быть, там, воскресенье-понедельник или суббота-воскресенье. И ты можешь это время там куда-то поехать, что-то посмотреть, а потом раз, и у тебя человек увольняется, или там могло быть такое, что человек просто звонил, например, бригадир, и говорит, а я завтра не выйду. Все, у тебя рушатся все планы абсолютно. И это было тоже сложно. Но на самом деле, в принципе, работать можно. И я бы, может быть, и работала, но была третья причина, которая, наверное, наверное, самая главная, как мне кажется, это нервное напряжение. Да, друзья, вы не ослышались, когда я шла на праздницу физичную, я была уверена, что тут никаких нервов, просто ты физически работаешь, тебя никто не трогает, и все нормально. Но я, к сожалению, ошибалась. И примерно полгода, вот где-то, до, наверное, января, все было нормально, потому что там пока ты въезжаешь, потом там праздники, и тебя никто не трогает, по идее. Но после, я не знаю, что начало происходить, где-то примерно с февраля, то есть ты идешь на работу, и ты работаешь, по сути, как на вулкане. Каждый день я шла на работу и думала, за что мне сегодня прилетит. А прилетала от кого? Прилетала от охраны. Почему от охраны? Потому что мы работали фирмой с пшентаёмцем, то есть я не напрямую в Ашане работала, а я работала в фирме, которая по аутсортингу, то есть у которой был заключен с Ашаном договор. А контролирует нас охрана. И охране, понятное дело, проще контролировать, они за это бонусы получают. И охране проще контролировать уборщицу и отмечать, у них там специально есть какой-то график, какой-то документ, где они отмечают, что они за день полезного сделали. Естественно, уборщицу проще контролировать, чем ловить воров, которые, естественно, в любом супермаркете бывают. И вот они там галочки себе ставят. И каждый день, ребята, это просто трэш. То, значит, то там ты неправильно помыл под стеллажами, то потом стали прилетать, значит, долго обедала, не 15 минут, а 20 минут. И они начальству же жалуются. Начальству же нужно как-то отреагировать. И вот потом тебе звонит начальству, вот на тебя жаловали, что ты долго обедаешь, там, например, или там долго были еще такие приколы, что ты долго была в туалете. В туалете не просто, что я там сидела, а что ты долго убиралась в туалете. То есть никто не говорит о том, сколько это нужно там убираться, но ты долго в туалете убиралась. Почему они такие предъявы кидали? Потому что в туалете не стоят камеры, они не могут проконтролировать, что я там делала. Это было на самом деле так обидно, потому что когда тебе обоснованно говорят, например, ты там плохо помыла там, ну ты идешь, перемываешь, да хрен бы с вами. А когда тебе говорят, ты долго была в туалете, ты, наверное, там занималась своими собственными делами. Ну ходи тогда за мной, проверяй, что я там делала. И вы знаете, каждый день ты идешь, и каждый день, вот начиная, наверное, с середины января, и, видимо, делать уже стало нефиг после этих всех праздников, они начали думать, к чему прицепиться. И каждый день ты идешь, и каждый день ты не знаешь, за что тебе прилетит. То есть вот этих вот четких правил нет, что вот это ты должен делать, вот это ты не должен делать. Вот это у тебя хронометраж, ты должен вот это сделать за столько-то, вот этот за столько-то. И каждый раз какие-то новые приколы. Ну, как бы уборщицы тыкать, правильно? Не воров же ловить. И им нужно галочку за это поставить. И на самом деле было очень нервно работать именно последний месяц. Я уже не вывозила вот этого. Следующая причина. Мне, я уже в какой-то момент поняла, конечно же, что необходимо учиться идти дальше. А данная работа этого не предусматривала. Особенно, когда у тебя постоянной текучкой, как я говорила, шесть дней в неделю, а мне нужно было первое заканчивать полициальную школу, причем последний семестр, и учиться и за себя, и за того парня, который находится в каденции. Мы же вдвоем учились. То есть я пыталась как-то... Блин, меня кто-то укусил. Я пыталась, естественно, учиться за двоих. А когда у тебя сменная работа, то это, в общем-то, когда-то ты успеваешь на эти пары, когда-то ты на эти занятия не успеваешь. А нужно стараться по возможности на все занятия успевать. Вот, потом нужно было учить польский. То есть я же, понятное дело, что я же не собиралась там всю жизнь работать уборщицей. А для того, чтобы дальше продвигаться, там, претендовать на какую-то процу в Биуре, то тебе нужен польский. А ты не можешь пойти на какие-то курсы, потому что курсы два раза, ну, например, два раза в неделю по вечерам, да? А у тебя сегодня вечерняя смена, а завтра утренняя, и ты на них не попадаешь. И плюс самостоятельно тоже мне было учить сложно, потому что ты физически так устаешь, что тебе вообще не до чего. Ты можешь только максимум там видеоролик быстренько смонтировать на свой канал, потому что я не собиралась канал забрасывать. И так что-то, что-то там, ну, поделать. И все. И я уже просто перестала вот это вот вывозить, и я поняла, что мне нужно время для того, чтобы учиться. И плюс я вписалась в одно очень интересное обучение по развитию каналов YouTube на зарубежную аудиторию, для того, чтобы потом зарабатывать с монетизацией. Учеба очень интересная, и на это тоже, конечно же, нужно было время. И пятая причина. Это мой любимый муж, за что я ему очень благодарна, который меня в этом поддержал. То есть когда он получил карту побыта, как раз в марте, и он приехал с первой каденции, каденция – это рейс у дальнобойщиков. С первой своей самостоятельной каденции он приехал, сказал, все, нормальная работа, мне нравится, я буду работать. И второе, что он мне сказал, я карту получил, ты можешь теперь легализоваться, присоединиться ко мне по этой карте, поэтому бросай, хватит себя мучить, хватит, значит, гробить себя, мне нужна нормальная, здоровая жена, и заканчивай все это, и присоединяйся ко мне, легализуйся по присоединению ко мне. Я ему за это, за то, что он меня поддержал, я ему за это очень благодарна. Конечно же, если бы он, ну, если бы у меня не было бы мужа, если бы он меня не поддержал, то, естественно, я бы продолжала работать, как работают большинство людей, на праце физичной, и я видела много, например, в Ашане девочек, которые говорят, я не могу, мне вот здесь вот мне эта работа уже, вот здесь, но я не могу уволиться, мне нужно кормить семью. Конечно, в данном случае мне очень повезло. Ну, вот так вот я и уволилась. На самом деле, у меня был двойной праздник, я уволилась в начале марта, и у меня последний рабочий день был как раз 8 марта, мы прям вот отмечали двойной праздник, мое увольнение и Международный женский день. Что же я делала все это время? Первый месяц, ребята, я вам скажу, я училась, и я тупо спала. Просто вот учусь и сплю, учусь и сплю. Я спала по 10 часов, потому что оказалось, что это все-таки такая, ну, выматывающая история. Ну, и потом постепенно жизнь вошла в свое русло. Итак, что же я делаю сейчас, и нашла ли я новую работу? С марта по июнь я интенсивно училась. То есть это была полициальная школа, там не только нужно занятия ходить, там какие-то дополнительные нужно делать задания. Потом перед экзаменами мы решили все-таки подготовиться, потому что, как бы нам ни говорили, что свидетельство дают, просто должен на экзамен прийти. Но это на самом деле действительно так. На экзамен ты просто должен прийти. Но для нас, для россиян, свидетельство об окончании полициальной школы – это кардинально очень-очень важный документ, который дает свободный доступ к рынку труда. Поэтому, конечно же, на полициальную школу нужно было время, нужно было к экзаменам готовиться, нужно было эти экзамены сдавать. Да, конечно, если бы я работала, то я бы это смогла сделать, но тем не менее нужно было этому посвящать время. Потом я пошла на курсы польского языка. Вот у меня интервью было с Лизой Киннель. Вот я не у нее учусь, но учусь в ее школе, в ее клуб польского языка, по-моему, у нее называется. Вот интервью, кстати, посмотрите. Вот будет, возможно, в ссылочке в описании я вам оставлю. Мне нравится, как они работают, нравится их подход. И, в принципе, вот дало мне возможность, то, что я уволилась два раза в неделю учиться регулярно, там, делать домашние задания, регулярно в определенное время. И следующее, я вписалась в обучение по Ютубу. Очень классное, и мне тоже нужно было время, первое время, наверное, первый месяц, я просто 24 на 7, я по 8 часов этим занималась, там, с лекцией тоже 2-3 раза в неделю лекции, то есть там вебинары идут, ты должен делать домашние задания, ты должен открывать канал, ты должен делать аналитику, то есть там тоже нужно на это много времени. Что же я собираюсь делать дальше? Ну, на самом деле, у меня есть два пути, два направления, такие две мысли, о которых я, ну, не только думаю, но и пытаюсь их постепенно реализовать. Первый путь, мне нужно подкачать польский и искать прадсу в бюре, я бы так хотела. Надо сказать, что у меня было одно интересное предложение, в образовательный центр меня звали, где проводятся курсы для иностранцев, это, как правило, люди русскоязычные, их очень впечатлил мой опыт образовательный, но, к сожалению, это было примерно месяц назад, им не хватило документов, у меня тогда не было свидетельства, то есть не потому, что им опыта не хватило, а потому, что у меня иностранцев все-таки сложно, им, сами понимаете, в другой стране, то есть у меня еще не было свободного доступа к рынку труда, то есть свидетельства об окончании полициональной школы, и у меня еще не было карты, у меня ее и сейчас нет, я ее жду, ее вот должны, я очень надеюсь, что в ближайшее время, может быть, в течение месяца, мне уже дать. Ну и польский, конечно же, нужно прокачивать, у меня сейчас польский лучше, но не на таком хорошем уровне, ну и буду я со временем искать, конечно же, стараться работу. Ну и второй вариант у меня связан с YouTube. Если коротко, я сейчас расскажу, о чем мои курсы, на которых я учусь, и почему я прям преисполнена надежды, и я очень рассчитываю, что у меня все получится. На этих курсах учат развивать YouTube-каналы на зарубежную аудиторию, для того, чтобы выйти на монетизацию потом и получать деньги с монетизацией. Вот примерно где-то от полугода до года это вывод канала на монетизацию, то есть, чтобы тебе эту монетизацию подключили. Что такое монетизация? Это люди смотрят рекламу на твоем канале, и за это прилетает, YouTube делится доходом с тобой. То есть, вот вы сейчас меня смотрите, наверняка вы видели какую-то рекламу. Я с этого сейчас деньги не получаю, потому что у меня монетизация не подключена, из-за того, что я не успела ее подключить до войны, а после войны ее отрубили. Вот буду я это делать, если у меня получится, я вам расскажу, сколько я с этого канала, возможно, буду зарабатывать, там очень маленькие деньги, на самом деле. Но когда ты развиваешь несколько каналов и регулярно на них контент публикуешь, который люди смотрят, то в целом это могут быть приличные деньги. У меня, конечно, цель пока минимум это тысячу долларов с YouTube получать. В принципе, этого достаточно для того, чтобы жить в Польше. Но это, я думаю, что будет не раньше, чем через год. Но пока что вот сейчас я жду карту, чтобы попробовать поискать работу в Бюре и занимаюсь развитием. У меня четыре YouTube-канала, которые на зарубежную аудиторию настроены, занимаюсь развитием вот этих четырех YouTube-каналов. Для тех, кто будет мне писать, что не надо было уезжать, зачем себя так мучить, вы тут там иммигранты, отбросы общества, и вот это вот все, вот послушайте, это я сейчас к вам обращаюсь, сразу скажу. Пишите больше комментариев, я очень рада вот таким комментариям, прям пишите много. Они продвигают мое видео, возможно, я с этого канала тоже когда-то начну что-то зарабатывать. Ну и, конечно, специально вот для вас, для вас, кто говорит, что нечего было там, вы тут люди второго сорта и так далее, я и дальше буду делиться своими трудностями. Ну, чтобы вам было, в общем-то, о чем в комментариях писать. В ближайшее время, кстати, я планирую рассказывать о том, почему мы уехали из России такой ролик записать, о ностальгии, мигрантской тоске. Ага, я не все время такая веселая-развеселая, как оказалось, меня тоже и ностальгия, и тоска, и практически преддепрессивное состояние здесь настигли. И, возможно, про пропаганду ЛГБТ в Европе. Вот напишите, кстати, мне в комментариях, интересно ли вам эти темы. Ну и, конечно же, я обязательно закончу цикл про поездку на автодоме в Венецию. И, если получится, выпущу ролик о том, как я организовала первую экскурсию здесь в Познании мы ездили на завод Volkswagen. Ну и я надеюсь, что вам было интересно. Поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями, если вдруг кому-то это интересно. Ну и до встречи в следующих выпусках. А с вами была Ольга Глаголева и канал Чемоданное настроение. На разе! Па! Субтитры сделал DimaTorzok